Благодатное теплое лето прошло. Я это понял как-то вдруг, заснув однажды на земле под крылом самолета. Проснулся же я тогда с насморком и головной болью. Но в санчастье я не пошел и вскоре вылетел на боевое задание. Тогда над селом появился Ю-88 и я взлетев по зрячему бросился его преследовать. Заметив меня он тут же сбросил свои бомбы и нырнул в облака. А потом показался на секунду в просвете и свалился в крутой пике, тут же растворившись в белесой мгле. Я же тоже перевел свой миг почти в отвесное пикирование и тут же облака стали все гуще и гуще. Когда же они наконец кончатся и покажется земля? И тут вдруг я ощутил резкий удар, в глазах потемнело и на какой-то момент я потерял связь с окружающим миром. Очнулся вдруг, вокруг светло. Чувствую, что продолжаю падать, но не могу сделать ни малейшего движения, чтобы вывести самолет из пикирования. Такое состояние очевидно наступило от резкого снижения, ведь я падал с высоты 3000 до 1000 метров. Тут уже стали ясно различаться очертания местности, а я наконец нащупал ручку управления и потянул ее на себя. Самолет тогда сделал глубокую просадку и едва не задев землю, выровнялся горизонтально. Я же осматриваюсь, но Юнкерса уже не вижу. И мне, если честно, уже не до него. Восстановив ориентировку, я иду на свой аэродром. Ну а дальше посадил машину нормально, а подняться с кресла я не смог. «Что с вами?» – испуганно спросил Чувашкин. «На вас лица нет, идемте в санчасть». Ну а когда с помощью техники я сошел на землю, то понял, что заболел. Теперь мне уже точно было не миновать лазареток. Два дня я пролежал в постели с высокой температурой, а на третий жар прошел и мне захотелось встать. Подошел я к окну и ужаснулся. Мой самолет стоял рядом со скердой, и если бы во время бомбежки она загорелась, в машине бы не сдобровать. Я собрался было выйти на стоянку, как вдруг сквозь гул моторов услышал свист падающих бомб. В палату тут же вбежала женщина-врач, которая упала на пол и, схватив носилки, потянула их на себя, прикрываясь ими. А я не смог удержаться от смеха, хоть и понимал, что неудобно смеяться над пожилой женщиной. Раздался взрыв другой, и на пол посыпались осколки битого стекла. Но вот тут внезапно бомбежка прекратилась так же быстро, как и началась. Прямо в халате я побежал на стоянку, которая находилась рядом с нашей санчастью. «Как же вы мессиров-то допустили до аэродрома?» – накинулся я на летчиков. «Да мы только что с задания возвратились», – оправдывались они. «Не успели даже заправить самолеты». В это время в небе показалась группа хенкелей, которые тоже заходили на поселок. Взлетать было уже поздно, так что я лег на землю рядом со Скирдой. А потом снова засистели бомбы, которые падали совсем близко. Но на этот раз ни я, ни мой самолет не пострадали. Ну а дальше, вернувшись в санчасть, я сбросил халат и стал надевать свою форму. «Куда вы собрались?» – удивленно спросил врач. «Да не могу я больше, доктор, ползать по земле». Ну а дальше я очень вовремя явился к самолету, потому как наша эскадрилья вылетала на штурмовку. Поднявшись в воздухе, я кинул взглядом поселок и тут же ахнул. Рядом с аэродромом на усадьбе МТС стояли ряды комбайнов. С высоты не очень походили на автомашины и танки, и я тут же понял, почему нам не помогает никакая маскировка самолетов. Пока эта техника находится здесь, нам не будет покоя. Ну а вечером стало известно, что с Каховского плацдарма противник перешел в наступление, и полку было приказано рано утром перелететь под Мелитополь. На новом аэродроме мы приземлились после штурмового удара по вражеским войскам. Каждый зарасходовал тогда боекомплект полностью, а здесь, как назло, не оказалось ни горючего, ни боеприпасов. Мы тогда затащили самолеты в лесопосадку и забросали их ветками, после чего от нечего делать стали традить баланду. Даже в небо посматривали лишь изредка. А что за ним наблюдать-то, кто сюда залетит? Попробуй разыщи нас такой глухомани. И все-таки, когда в воздухе послышался гул самолета, мы насторожились. Интересно, кто же это сюда летит? И оказалось комдив. Его-то у Т-4 нам был хорошо знаком. Самолет идет низко над землей на уровне макушек деревьев, с деневой стороны посадок. Очень хорошо маскируется, хотя в воздухе нет никакой опасности. Тут же мы подмечаем и мастерство летчика, особенно потому, как он заходит на посадку. Комдив не иначе как с инспектором вдвоем пилотирует. Да, достанется нам за то, что мы бездельничаем. Да не бойся. Прежде чем сесть, они еще земной шарик заденут. Не, ну ты не каркай-то. И вот тут самолет действительно резко просел, черканул крылом землю, после чего рухнул. Кто-то тут же захохотал, но осознав, что это неуместно, сразу же умолк. Мы же все бежим к самолету. Если бы такое произошло с кем-нибудь другим, а не с нашим начальством, можно было бы от души посмеяться, потому как их падение оказалось комичным и на удивление счастливым. Когда же мы помогли им выбраться из сломанной машины, Комдив, несмотря на то, что рана на щеке мешала ему говорить, начал отчитывать инспектора. Если ручку управления передал, раздраженно произнес он. А я считал, что вы сами будете сажать, ответил инспектор. После этого подъехала машина и увезла обоих пострадавших. И вот теперь можно было и пошутить. Несчастье сути спасло нас и командира Бао от обычно грозных разносов Комдива. Машины же с горючими боеприпасами пришли с опозданием из-за того, что их бомбили по дороге. Но они тогда все-таки пришли, и мы, заправив самолеты, вскоре вылетели на штурмовку вражеских войск, продвигающихся к Мелитополю. Летели же мы двумя четверками. Одну ввел я, другую Фигичев. Вместо Лукашевича, который стал ведущим пары, со мной идет Гросул, смугловатый, крепко сложный молдаванин. Над дорогами, тем временем, висят облака пыли, колонны вражеских танков и автомашин направляются к городу Мелитополю. Таврия, как и Днепр, уже окутаны дымом. Фигичев и ведомые его группы бросают тем временем бомбы на голову колонны и открывают огонь из пулеметов. За ними должны пикировать и мы. Но в это время я замечаю, что с высоты на нас несутся 10 мистершмиттов. И вот тогда, быстро освободившись от бомб, я с левым разворотом веду машину вверх. За мной тут же последовали и 16 чайка. Гросул разворачивается вправо, а четверка Фигичева, отбомбившись, ложится на обратный курс. Она не видит мистершмиттов. И вот здесь хотелось бы сказать следующее. При численном превосходстве противника я всегда стремлюсь дерзкой атакой сбить или хотя бы подбить один самолет. Это сразу обескураживает фашистов и они начинают действовать осторожно и без особого риска. И вот тут я вижу, как мистершмитт погнался за Гросулом. Надо его сбить раньше, чем он откроет огонь. Тяни, мотор не подведи, говорю я сам себе. И вот тут я понимаю, что за мной ввязался еще один мистершмитт и расчет здесь только на скорость машины собственную выдержку и меткость огня. Даю длинную очередь и несколько секунд желтолобы летит, как ни в чем не бывало. Неужели промазал? Ну нет. Вот он осел, крутанулся и штопором пошел вниз. И в этот самый момент что-то ударило в левое крыло моей машины. Я быстро тут же отвернул ее в сторону по трассу и мистершмитт проскочил мимо. Ну а дальше, окинув взглядом свой самолет, вижу в крыле глубокий разрез, неразорвавшийся снаряд проломил обшивку. И вот тут самое главное сделано. Одного мистершмитта я сбил или подбил. Мы же четверкой продолжаем отражать атаки теперь уже осторожных немцев. Но горючее на исходе, надо идти домой. И вот тут, применяя новый прием под названием ножницы, мы отходим к Мелитополю. Мистершмитты же делают еще несколько попыток напасть на нас, но мы парируем их удары лобовыми атаками. Ну а дальше, убедившись, что нас внезапными атаками не подловишь, они отваливают в сторону, все кроме одного. Этот тянется за нами до самого Мелитополя, но вот наконец и он тоже уходит в освояси. Ну а вечером подходит ко мне Фигичев и говорит. Зайди на КП, посчитай свою почетную грамоту. Свалил одного и молчишь? Ты объясни лучше толком, чем дело, отвечаю ему я. На земные войска прислали благодарность. Нам за штурмовку, а тебе за самолет. Сбитый тобой немецкий ас упал в их расположение. А, так вот почему один мейсер так долго от нас не отставал, сказал стоящий рядом Гроссу. Он же потерял своего ведущего. Будет теперь ему на орехи. Помню, я отчетливо представил себе, как немецкому ведомому хотелось отомстить за гибель своего командира и сколько упреков придется выслушать ему от своих начальников. Но техники тем временем осмотрели мой самолет и решили, что надо менять плоскость. Виктор Петрович приказал мне лететь на аэродром Володарская, где находились наши ремонтные мастерские и тренировались прибывшие в полк молодые летчики. Даю тебе два дня, сказал тогда он. Свой самолет подлечишь, опробуешь остальные машины, полетаешь с ребятами и приведешь их сюда. Пора им начинать воевать. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях, канал на Яндексе, Рутубе и Телеграме, для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. На этом же выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok